Всем привет! Меня зовут Наталья, и я отвечаю на детские вопросы. Сегодня я отвечу на вопрос Николая Гаврилюка из города Подольска, которого интересует, есть ли в Подмосковье опасные ядовитые животные. Давайте попробуем немножко с этим разобраться. Ну, пожалуй, мы начнем со змей, потому что, прежде всего, конечно, когда говорят о ядовитых животных, прежде всего представляют себе именно змею. Надо сказать, что, конечно, у нас не тропики, и у нас нет такого разнообразия присмыкающихся, но, тем не менее, среди московских и подмосковных змей тоже есть ядовитые. Это обыкновенная гадюка. Конечно, яд ее не такой страшный, опасный, как, например, яд королевской кобры. Но, тем не менее, для людей, особенно у которых есть аллергия на этот яд или какая-то повышенная чувствительность, укус гадюки может быть довольно опасен. Надо сказать, что гадюки, хоть и ядовиты, они не агрессивны и, как правило, не нападают на человека. Мы не представляем для них интерес в качестве добычи, мы для них слишком крупные. Поэтому, если вы не наступите на змею или не попытаетесь схватить ее руками, скорее всего, змея не проявит вам никакого интереса. В случае, если вы оказываетесь рядом, то змея, как правило, попытается скрыться. Помимо гадюки, можно встретить еще в Подмосковье такую змею, как медянка. Ее вы отличите по черной полосе, которая проходит через глаз. Медянки не ядовиты, так же, как и уже. Ну, наверное, уже многие из вас видели, это довольно распространенное животное в Подмосковье. И уже вы хорошо можете узнать по желтым пятнам, которые расположены по бокам головы. Итак, из змей, пожалуй, ядовиты у нас только гадюка. Что касается других животных, пауки. На самом деле, в той или иной степени ядовиты все пауки. Но проблема в том, что у наших подмосковных пауков, как правило, слишком слабые челюсти, и они не могут прокусить кожу человека. Есть, правда, паук-крестовик, он способен прокусить кожу человека, но яда не настолько много, чтобы причинить серьезный вред здоровью. То есть укус крестовика болезненный, место укуса может распухнуть и зудеть, но вряд ли это окажет какое-то серьезное влияние на ваше здоровье. В последнее время отмечены случаи, когда в Подмосковье встречается паук из более южных регионов. Он называется каракурт. Его легко узнать. Он, как правило, или такой истинно черный, или черный с красными пятнами на брюшке. Так вот, укусы этого паука действительно могут быть довольно опасны. И если такое случилось, то обязательно нужно как можно быстрее обратиться за помощью к врачу. Насекомые. Среди насекомых тоже немало опасностей. Все мы знаем хорошо, что есть жалящие насекомые, ну, например, такие как пчелы и осы. Да, их я для человека, как правило, не смертелен. Он опасен лишь в том случае, если либо укусов сразу было одновременно много, либо если у человека есть аллергическая реакция. Особенно в этом случае опасны укусы, например, в область рта. И поэтому, если вы едите что-то сладкое, внимательно посмотрите, что вы засовываете в рот. Потому что, если случайно вдруг окажется, что на сладком персике или клубнике сидит оса или пчела, и вы ее случайно съедите, то это, в общем, может быть для вас довольно опасно. Еще более болезненные укусы у шершней. По типу яда шершни и осы очень похожи. Просто шершни более крупные, их укусы болезненные. И тоже опасны лишь в том случае, если это сразу несколько укусов человек получил за короткое время. Самые опасные шершни встречаются в нашей стране только в Приморье. Это крупные, гигантские азиатские шершни, которые действительно очень опасны, и человек может даже погибнуть от их укуса. Амфибии. Все знают, что в тропиках живут очень красивые, восхитительные лягушки-триволазы, которые обладают довольно сильным ядом. Что же наши амфибии, насколько они опасны? На самом деле, если вы когда-нибудь видели вблизи лягушку или держали ее в руках, вы видели, что кожа ее влажная всегда, поскольку амфибии через кожу дышат. Поэтому кожа должна быть влажной. У всех амфибий в коже есть ядовитые железы, и это необходимая защита прежде всего от бактерий, грибков, чтобы они не размножались на коже этих животных. Но помимо этого, конечно, еще ядовитые железы защищают и от врагов. Если говорить о лягушках, то их яд не опасен. И есть даже такая история, когда лягушку раньше клали в молоко для того, чтобы молоко не портилось. Действительно, небольшое количество яда, которое выделяет кожа лягушки, способствовало тому, чтобы молоко дольше сохранялось. Но если говорить о жабах, то их яд более сильный. У них хорошо развиты околоушные железы. Там сосредоточено много ядовитых желез. Они вырабатывают вещество такого кремовой консистенции, беловатого цвета. И это вещество содержит довольно серьезный токсин. Он называется буфа. Токсин буфа – это жаба. И этот токсин достаточно сильный, но для человека, безусловно, не смертельный, если только вы не собираетесь заглатывать несколько жаб одновременно, одно за другой живьем. Но вот если, например, собака ваша схватит жабу, скорее всего, она ее тут же выплюнет, но могут случиться у нее всякие неприятности со здоровьем, поэтому вот с этим надо быть более внимательным. Но если жаба окрашена, скажем так, маскирующей, ее бывает порой трудно заметить, то есть лягушки, которые о своей ядовитости предупреждают яркой окраской. У нас вводится такая лягушка, называется жерлянка. Сверху жерлянка окрашена маскирующей, ну примерно как и жаба, у нее окраска такая бурая. А вот ее брюшко окрашено очень ярко, она с такими яркими пятнами, желтыми или оранжевыми. Это предупреждение об опасности. Если вдруг рядом с лягушкой появляется какая-то опасность, она переворачивается кверху брюшком, поднимается, приподнимается на лапках, выгибается, ну примерно как вы, когда делаете мостик. Вот таким образом предупреждаю о том, что она ядовита. У нее тоже хорошо развиты ядовитые железы в коже, но токсин не очень сильный. И огненная саламандра, еще одна амфибия, это хвостатая амфибия. Она прям сразу вас предупредит о том, что она ядовитая. У нее на черном фоне яркие желтые пятна, которые предупреждают заранее об опасности. И железы у саламандра развиты очень хорошо, поэтому постарайтесь, когда эти животные вдруг оказываются рядом, они очень красивые, безусловно, очень привлекательные, но лучше, пожалуй, не брать их в руки. Если вы все-таки, пребывая на даче, взяли в руки какую-нибудь амфибию, ну, например, жабу, которую сейчас довольно часто можно встретить, то, пожалуйста, обязательно вымойте после этого руки. Больше страсти и огня! Будьте здоровы, присылайте нам свои новые вопросы, не забывайте подписываться на наш канал. Всего вам самого лучшего! Есть животные, которые не являются ядовитыми, но, тем не менее, их укусы могут для человека быть очень опасными. Это, например, клещи, которые переносят некоторые опасные для человека болезни, ну, например, энцефалит. И укус клеща, который кажется совершенно незначительным, может действительно оказать очень серьезное влияние на здоровье. Поэтому в случае, если вы оказались в лесу и погуляли где-нибудь на природе, потом вернулись домой, обязательно внимательно осмотрите себя, нет ли у вас укусов клещей. И если вы все-таки обнаружили впившиеся клещи, обязательно обратитесь к врачу. Комары переносят иногда некоторые болезни, может быть, не столь опасные, как энцефалит, но, тем не менее, тоже к этому надо относиться всерьез, особенно в том случае, если места укусов у вас сильно опухли и воспалились. Обращайте на это внимание, берегите себя. Всего самого лучшего!